здравствуйте сегодня мы начинаем наш новый урок посвященный языку программируемости шарпи и сегодня наша тема это типы исключений мы рассмотрим с вами на этом уроке класс exception и поработаем с его свойствами значит что это за тип такой давайте его запишу и нажмем его 12 чтобы перейти посмотреть все его описание всего структуру значит здесь мы видим свойства ряд свойств который записан всем их рассматривать не будем мы рассмотрим несколько и разберем их на примерах вот здесь допустим и видим свойства типа exception и не рэксэшбор это свойство хранит информацию об исключении который послужит его причиной текущего исключения нам понадобится сегодня вот это свойство message свойство message хранит в себе сообщение об исключении ну или другими словами текст ошибки source тоже свойство которое сегодня рассмотрим оно хранит себе имя объекта или сборки той сборки которая вызвала исключения stack trace это наверное вам знакомо stack trace возвращает строковое представление стека вызовов которые привели к возникновению текущего исключения и давайте еще затронем target сайт target сайт возвращает метод в котором и было вызвано исключение значит как попасть вот в эту область в которой мы сейчас попали давайте еще раз пишем тип exception курсор стоит у меня вот здесь прям на этой строке на этом скажем так слове exception и нажимаем f12 нажимаете вы попадаете в данный класс класс exception видите от чего она следует и видите весь список его свойства теперь давайте на примере рассмотрим как работать с этим типом давайте с вами создадим умышлено какое-то исключение а потом его поймаем значит блок который помогает нам ловить исключение называется strike catch с ним и знакомо давайте просто реализуем всю эту структуру try catch и вот здесь мы будем ловить наш exception ну по умолчанию всегда так привычно называть этот параметр x сокращенно от exception значит в блоке try должно возникнуть исключение давайте его сейчас сами создадим я объявлю какую-нибудь переменную in того типа и разделю ее на 0 и естественно у меня возникнет исключение какой-нибудь x присвоим какое-нибудь значение пусть это будет 5 а теперь я объявлю новую переменную y и захочу записать сюда результат отделения на 0 вот такая вещь а теперь давайте я захочу еще это все вывести консоль консоль right line и сюда выведем игрек вот таким образом теперь в блоке catch первое давайте что мы с вами сделаем это выведем сообщение об исключении текст ошибки как мы с вами сказали за это у нас будет отвечать свойство месседж значит все что нам нужно сейчас это консоль в right line чтобы вывести его на экран и и вот сюда давайте выведем это сообщение об исключении исключение я обращаюсь вот к этой переменной типа exception и на этом объекте я вызываю месседж свойство давайте соберем решение вот так это делает ничего сложного возникает исключение в блоке try catch ловит ошибку и мы выводим сейчас это сообщение откладка запуск без откладки вот пожалуйста мы видим исключение попытка деления на 0 получили хорошо теперь давайте попробуем на двадцать второй строке узнать какой же метод возвращает у нас это исключение пишем все то же самое только здесь мы захотим узнать что это за метод также обращаемся к объекту x и вызываем свойства target site и вот мы видим что исключение возникло в методе main проверяющие у нас есть только один метод сейчас в классе program main в нем то мы умышленно и допустили ошибку и вот здесь мы это видим и давайте мы с вами еще посмотрим строковое представление стака вызов копируем эту строчку здесь пишем уже не метод а трассировка стака и вот здесь как мы с вами сказали в начале урока нам нужно обратиться к свойству стак трейс вот трассировку стака тоже мы видим на 16 строке нам показывается что у нас произошла ошибка значит это понятно давайте идти дальше дальше мы с вами рассмотрим уже более специализированный тип исключений то есть сейчас мы разобрали тип exception тип exception будет обрабатывать все исключения абсолютно все которые могут возникнуть но помимо этого типа есть как мы уже сказали более специализированные типы значит первый из них которые с которым мы сегодня познакомимся это тип который представляет собой исключение которое как раз таки генерирует определение на ноль то есть вот здесь мы можем использовать не общий тип exception который подходит абсолютно для всего а уже конкретно тот тип который отвечает за ошибку деления на ноль если мы ожидаем что такая ошибка может возникнуть и что она возникнет обязательно мы можем вот здесь указать уже совсем другой тип divided by zero exception называется давайте исправим немного наш код посмотрим как это делается вот есть напишу divided by zero exception а вот здесь мне понадобится только одна строка вывода и вот здесь давайте запишем что возникло исключение конкретно вот этого типа вот мы видим что действительно вот этот тип ошибки относится к этому типу исключений возникло исключение divided by zero exception мы его успешно обработали давайте также успешно обработаем еще одно исключение разберем его он называется индекс out of range exception значит что это за тип такой значит этот тип нам понадобится в том случае если у нас есть массив и индекс элемента массива или какой-нибудь коллекции находится вне диапазона допустимых значений то есть допустим у нас есть массив из четырех элементов нулевой первый второй и третий а я захочу обратиться к седьмому элементу к девятому элементу то есть этого элемента не существует возникнет исключение так вот чтобы обработать вот такие вот исключения когда мы выходим за диапазон допустимых значений мы можем использовать опять же не общий тип exception а какой-то специализированный типа конкретно индекс out of range exception давайте посмотрим как это работает значит вот здесь нам останется немного дописать код нам нужно создать массив давайте создадим какой-нибудь интовый массив так английский и можно спокойно писать назовем его стандартный numbers и давайте как мы с вами сказали пусть из четырех значений будет состоять наш массив вот сюда четыре все мы создали массив numbers в котором есть только четыре элемента а давайте я захочу обратиться к седьмому обращаемся к седьмому элементу массива numbers и захочу присвоить ему какое-нибудь значение так вот здесь я этого сделать уже не смогу как вы понимаете и вот именно здесь у меня возникнет исключение индекс out of range exception давайте сейчас создадим еще один блок кетч чтобы это пусть останется все что мы сделали будем ловить еще одно исключение и вот сюда я в комментарии вам тоже его вставлю чтобы вы понимали где конкретно оно будет происходить визуально еще видели и давайте также обратимся в наши возможности вывода информации на экран и выведем сообщение на объекте типа индекс out of range exception обращаясь этому объекту и вызывают сообщение об ошибке вот пожалуйста мы видим что индекс находился в ней границ массива все верно мы в принципе умышленно сделали такой ход чтобы как раз таки из исключения поймать вот таким образом мы сейчас рассмотрели с вами два примера которые относятся к специализированным исключениям и если вы внимательно сейчас смотрели на вывод который мы видели на консоли то вы наверное заметили что мы вот здесь в блоке try создаем ситуацию двух исключений то есть деление на ноль и переполнение не переполнение а когда мы находимся вне диапазона каких-то значений то есть два исключения индекс out of range exception и divided by zero exception но мы сейчас с вами увидели давайте еще раз запустим сейчас мы с вами увидели только вот это второе сообщение x-месседж вот здесь на 28 строке вот оно и вывелось значит почему так происходит происходит это потому что после генерации индекс out of range exception управление переходит в соответствующий блок кетч вот в этот блок и вот это вот сообщение у нас в принципе никогда не будет сгенерировано то есть это логично и поэтому ничего удивительного нет то что мы увидели с вами только второй блок кетч информацию из него теперь давайте рассмотрим ситуацию когда мы можем создавать свои собственные исключения если нас не устраивают те которые уже существуют значит давайте отставим с вами один блок трай и один блок кетч все остальное пока уберем и создадим ситуацию когда она может понадобиться создать свое собственное исключение значит выходим за класс программы и создаем свой собственный класс сначала создадим какой-нибудь тип данных тот объекта этого типа будем создавать вот здесь в классе программ и уже генерировать там свои собственные исключения и ловить их давайте создадим какой-нибудь класс person как и в предыдущих уроках мы это делали у нас был такой класс здесь на двадцать седьмой строке создание приватный параметр какой-нибудь закрытое поле эйч свойства на им создадим пусть будет имя наши персоны мы можем получать значение то свойства и создадим сеттер который позволит нам записывать значение в поле нейм а для поля эйч мы создадим вручную открытое свойство опишем геттер задача геттера вы помните вернуть значение параметра параметра и создадим сеттер задача метода set присвоить вот сюда какое-либо значение но перед тем как это сделать давайте мы с вами проведем ряд определенных проверок мы будем с вами проверять возраст участника больше 18 лет или меньше если участник персона наша будет младше 18 лет то ей будет запрещен доступ к регистрации в нашей системе а если старше 18 лет то мы будем с вами но конкретно сейчас присваивать вот этому полю введенное значение значит давайте пропишем это условие которые мы с вами проговорили мы с вами знаем что это можно сделать с помощью и проверяем введенное значение на соответствие 18 годам давайте сразу следующий блок else пропишем потому что мы с вами сказали что здесь проще если у нас участие старше 18 лет то мы должны просто обратиться к нашему полю edge закрытому и вот здесь присвоить ему значение а здесь давайте вручную с вами выбросим исключение это делается вы знаете через ключевое слово и напишем какое-нибудь сообщение класс exception то что мы сейчас сделали может принимать в своем конструкторе в качестве параметра какую-то строку которая потом будет присвоена как раз таки свойством message которые мы с вами использовали вот здесь когда писали код деления на ноль давайте запустим программу и посмотрим собираем решение посмотрим что получилось мы видим с вами сейчас ошибку потому что нам мешает этот блок недописанный давайте его пока уберем ну а теперь ошибок у нас нет отлично а раз ошибок у нас нет давайте с вами создадим объект и посмотрим как у нас работает исключение на 37 строке создаем объект типа person нашего пользовательского типа вызываем конструктор по умолчанию раз у нас нет своего конструктора то по умолчанию конструктор есть всегда и его можно не описывать теперь обращаемся к свойству age пытаемся присвоить вот этой переменной на 30 строке значение 10 мы попадем вот в этот блок на 39 строчку и увидим как работает сейчас уже наше личное сообщение вот мы видим необработанное исключение типы exception и свойству message присвоено наше сообщение лица младшего 12 лет регистрация в системе запрещено а теперь давайте попробовать попробуем создать не только свое собственное сообщение но и свое собственное исключение значит вот здесь мы должны с вами создать новый класс мы создадим новый тип и назовем его и назовем person exception чтобы наследовать все его уже имеющиеся свойства и давайте здесь создадим еще свой пользовательский конструктор как вы знаете имя класса конструктора должно совпадать вот оно и совпадает вот сюда прямо в конструктор мы будем передавать вот эту строку сообщения она будет уходить вот сюда в класс родитель в метод который мы вот здесь и использовали в message по сути наш сейчас созданный класс кроме пустого конструктора ничего не имеет и то в этом конструкторе как вы видите мы обращаемся конструктору на нашего базового класса exception и передаем у него нашу строку message но зато теперь мы можем модифицировать наш класс person здесь который мы создавали на 28 строке так чтобы он использовал исключение именно вот этого типа давайте попробуем это сделать нам понадобится наш блок try catch который мы комментировали который нам мешал и за него у нас возникала ошибочка значит вот здесь мы будем ловить исключение нашего созданного типа здесь создадим какой-нибудь объект типа person и давайте присвоим объекту имя и заполним еще и h каким-нибудь значением а вот сюда на консоль выведем с вами наше сообщение об ошибке и это это как он это и это Опять же мы не закомментировали предыдущий блок кода. Все, теперь все у нас хорошо. И вот мы видим тот же результат, то же сообщение, которое хотели передать. Только теперь это мы сделали, используя наш собственный тип. Значит, домашнее задание по исключениям будет в описании к этому видео. Любые вопросы можно писать в комментариях. Ну и до следующего урока.